Чеснок обожает залу, и сейчас я вам покажу, как правильно его внести, стрелок быть у чеснока не должно. Не выбрасывайте эти стрелки, я нашла им просто удивительное применение. Я приветствую всех на нашем канале. Сегодня разговор у нас пойдет о чесноке на дворе июнь, и его пора подкармливать. Сейчас наступает второй этап, когда мы должны внести удобрение. Если в мае мы кормили, начинали подкормку с мочевины, то сейчас вы начинать должны быть. Обязательно взять нитромокоску, 2 столовые ложки развести в воде, в 10 литрах, и пролить хорошо, обильно пролить. Или же суперфосфал, тоже 2 столовые ложки на ведро воды. Если вы сторонник органического земледелия, то свой чеснок лучше, конечно, подкормить органическим удобрением. Это может быть настой коровика, настой зеленого удобрения и настоем золы. Чеснок обожает залу, и сейчас я вам покажу, как правильно его внести именно вот в июне. То есть сейчас тот самый момент, когда калий очень необходим для формирования качественной луковицы. Также вы можете использовать вот такие удобрения, которые мы с вами использовали в мае. Если у вас нет возможности подкормить вот всеми перечисленным, которые я назвала, можно развести вот такие специализированные удобрения в воде. Инструкции здесь очень подробные. Развести в 10 литрах воды и пролить точно так же чеснок. У меня здесь зола. Я вам покажу, как правильно сделать, чтобы качественно внести. Нужно как можно ближе, около ствола, отгребсти вот так вот землю в разные стороны и внести сюда залу. Чеснок обожает залу. Вот так припудриваем. Потом мы его аккуратненько заделываем в почву. Этого будет достаточно для того, чтобы луковица хорошо себя чувствовала и накапливала питательные вещества. Я сейчас подкормлю зеленым удобрением. У меня вот здесь зеленое удобрение. Это крапива и подорожник настоянный. Я уже рассказывала, как правильно его сделать. У нас есть видеообзор. Я наливаю в лейку. Вот здесь у меня почти литр. Этого будет достаточно. И проливаю. Поэтому я залу внесу во всю грядку буквально через дней 5 после того, как я пролил все вот таким зеленым удобрением. Как хранить садовые шланги? Хитсад предлагает разумное решение. Держатели, настенные или стойки. Прежде всего, такие держатели обеспечивают безопасное и аккуратное хранение поливочного шланга. Он не путается и не трескается. Удобное расположение шланга, он всегда под вашей рукой. А еще это ландшафтное украшение садовых участков. Именно в июне у чеснока начинается вот такое цветение. Ну, появляется стрелка, как в простонародье ее называют. Обязательно. Вот сейчас она немножко поднимется больше. И обязательно нужно будет ее выламывать. И убирать обязательно с чеснока, чтобы чеснок не шел на формирование семян, а именно в формирование шло головки. Это очень важный и ответственный момент. Обязательно обратите на это внимание. У меня вам небольшой подарок. Дорогие женщины, я хочу сказать, что не выбрасывайте эти стрелки. Я нашла им просто удивительное применение. После того, как вы удалите эти стрелки и выбрасываете их, на полкило стрелок мы добавляем полторы столовые ложки подсолнечного масла и пол чайной ложки соли. Все мы это помещаем в блендер, хорошо пробиваем. Получается такая, знаете, ароматная кашицеобразная масса. Далее мы ее складываем в любой контейнер, ну, можно даже в целлофановый мешок и кладем в холодильник. И когда вы зимой начинаете готовить блюда, достаточно всего маленького кусочка положить в мясо, в супы, в соусы. Поверьте, даже в сливочное масло можно сделать ароматное чесночное сливочное масло. Аромат будет просто привет из лета. Я так думаю, что все мои советы вам сегодня пригодятся. Обязательно подкормите ваш чеснок для того, чтобы он порадовал нас своим урожаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!